Всем привет, это обзор от Калины Красной, и сегодня у нас мини-фигурки по вселенной Марвел. Очень сейчас популярные мини-фигурки я взял, специально взял, потому что не так давно Марвел выпустила сериал, очень интересный, Ванда Вижн, вот, и, соответственно, фигурки, которые я взял именно оттуда, это у нас сами главные герои, это Вижн, вот такой классический, и Алая Ведьма, Ванда, тоже такая классическая. Еще дополнительно я взял мини-фигурку Соколиного Глаза, уже очень она мне понравилась, она такая необычная, по-моему, она по Мстителям последним, потому что тут такой капюшон интересный. Вот, фигурки пришли ко мне достаточно быстро, там, в течение трех недель, стоят они около 100 рублей или чуть больше. Вот, что еще интересного, это у нас не ВМ Блокс, какая-то другая фирма, но от этого они не менее интересны. Что ж, давайте вскроем их и посмотрим повнимательнее. Продолжение следует... Итак, фигурки собраны, и они получились даже очень весьма-таки хорошие, даже несмотря на некоторые косяки в печати и в качестве. Ну и начнем мы с не очень такой главной фигуркой в этом обзоре, это у нас фигурка Соколиного Глаза, он же у нас Клинтон Бартон. Вот, вот такая вот фигурка. Насколько я помню, это у нас фигурка по Мстителям, где там Наташа Романов, Черная Вдова его искала. Если нет, то поправьте меня в комментариях. Вот, полностью она в таких аксессуарах. Да, там, по-моему, он был в таком небольшом капюшоне. Кстати, капюшон отдельно вот такая, очень интересно, сейчас сниму сразу. Деталька очень интересная, очень хорошая по качеству, по печати достаточно. Вот, не знаю, у Лего была ли такая, или это опять выдумка китайцев именно по отливке деталей, но очень даже хорошая. Так, ну, дальше вот у нас, у нас два выражения лица, вот, хотел сказать, не пойму, похож ли он у нас на актера, который играл Соколиного Глаза или нет, но очень хорошая печать у нас на лице. Сниму аксессуары. Сзади две у нас таких катаны. Классический такой вот аксессуарчик, чтобы надевать катаны. Кстати говоря, о, слушайте, он прорезиненный, он гнется, я думаю, это такой хороший пластик. Что он так гнется? Это прорезиненный. Вот, и вот такие у нас, собственно, принты. Очень даже хорошие они, очень хорошо пропечатаны. Вот. Фигурка очень такая, отменная и достойна приобретения в коллекцию. Вот. Не будем застрять на него внимание. Что ж, и дальше у нас самые две главные фигурки. Почему именно вот такие они? Я очень хотел, после просмотра нескольких серий первых, я очень захотел именно классические такие фигурки, именно самые, ну, по первым комиксам, когда они вышли, они выглядели персонажи именно так. Я не помню, в какой серии там, по-моему, они, то ли на Хэллоен, то ли еще какой-то праздник, пишите в комментариях, я просто не помню. Появились вот именно в таком классическом самом виде. Ну и начнем мы с робота-андроида. Это у нас Vision. Вот такой вот он в классическом самом виде. На Алиэкспрессе присутствуют у нас и мини-фигурки именно по Мстителям. Я, кстати говоря, после приобретения этой фигурки захотел именно уже такую современную версию, вот. Но только вот после вот именно вот этой. Что ж, вот такая фигурка, очень яркая, она, камера не знаю, передает или нет, но очень такая насыщенная. Есть какие-нибудь небольшие косяки по печати, но я не знаю, залезла это специально или нет. Сами, в принципе, линии, ну, достаточно толстые и тонкие, в меру упитанные, скажем так. Вот, очень интересный плащ. Сзади у нас такие принты, на ногах печать, почему-то нет, интересно. Вот, плащ сам по себе тоже хороший по качеству, то есть не совсем фигня, вот как раньше делали китайцы, что он уже рвется. Вот. Блин, ну очень хотел это, я именно классическую такую фигурку, и я ее получил себе в коллекцию. Вот, теперь, наверное, приобрету более современную версию. Ну и следующая у нас фигурка, это у нас Алая Ведьма, она же у нас Ванда. Вот, самый интересный прикол этой фигурки в том, что у нас волосы и вот эта вот такая штука декоративная, они отдельные. То есть это не летая часть, я сейчас покажу, они вот так вот легко снимаются. Единственный косяк, это вот отливка волос. Посмотрите, она действительно очень ужасна, очень ужасна, прям очень плохая. И вот тут имеются вот такие небольшие выемки, вот видите, с этой и с той стороны, что позволяет нам надеть вот эту штуку. Но то, что она отдельная, это прям респект. Ну, есть в этом какая-то такая аксессуарность, можно легко надевать и снимать. Что ж, ну и по-бодробнее на саму фигурку. Вот такие у нас принты. В принципе, достаточно, ну, нормально. Пойдет для китайцев. По бокам, сзади. Сейчас снимем. Да, у нас два выражения лица. Кстати, вот по поводу выражения лиц, по-моему, они вот слизаны с современной версии. Вот там есть современная версия по Мстителям, я буду так называть ее, фигурки Ванды. И она очень интересная, я, наверное, ее возьму. У нее там, по-моему, есть какие-то такие магические штуки, она же у нас магией владеет. Вот. И вот лицо, по-моему, слизано оттуда. Все остальное такое вот классическое. Но даже не сравняя... Даже не... Даже то, что фигурка сама по себе такого плохого качества, именно отливка головы, она все равно очень интересная. И я получил то, что хотел. Что ж, на этом все. Вот такой вот небольшой мини-обзорчик. Фигурки очень интересные. Качество, конечно, пойдет, ну... И вот прям с натяжкой четверочка. Прям с натяжкой. Но они очень крутые и пойдут в коллекцию, именно потому что, ну, Лего, скорее всего, такие классические фигурки у нас никогда и не выпустят. Что ж, у меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик, и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем фотообзоры на Лего и его китайские аналоги. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok